приветик всем снимаю видео о покупках магазине магнит косметик начну с ложки дегтя ваниш gold стандартная упаковка 500 грамм ходила я ходила по магазину прохожу мимо него смотрю замечательный желтый ценник я думаю о ла ла взяла в общем расплатилась приехала домой начала разбирать свои покупки но естественно смотреть чек потому что мне показалось что сумму что-то слишком большая и в общем выяснилось что пробили мне не по желтому ценнику а по полной цене так что вот эта замечательная баночка мне обошлась в 490 рублей что делать возвращаться магазин я уже не стала мне не было никаких сил просто вернель мой любимый детский объем 2 литра 170 рублей цену я буду называть ту которую я заплатила на кассе по факту потому что меня были там какие-то баллы и в общем какая какую-то сумму мне списали в общем как скидку мне сделали до 170 рублей я помню заплатила 160 вешалки вот такие вот антискользящие такие вот они я взяла 5 штук они были обошлись не по сто двадцать девять рублей замечательные вешалки я беру уже не в первый раз тут как-то внезапно выяснилось что мужу шкафом не хватает плечиков под сорочки да в общем я-то сразу сказала ему о том что пора бы шкаф уже разобрать потому что мне кажется что если вешалок не хватает то значит надо размусыриваться совершенно определенно вот мне пообещал я вот жду когда он наконец это все воплотит в жизнь у меня спросите почему сама не разберешь ну потому что мне не доверяют мягко выражаясь да он занимается только сам такими вопросами в общем пока вот закупилась вешалками купила мешочек для стирки он меня привлёк вот такой вот за 69 рублей в виде бочонка для нижнего белья не знаю будем надеяться что понравится я уже говорила что не могу я пройти мимо стирального порошка особенно если на него какая-нибудь ой упс ручная стирка до приехали я опять схватил порошок для ручной стирки ну радует только то что хоть стоил вам 35 рублей ну что же делать пойдет для ручной стирки хотя она у минимальным в минимальном формате сейчас ну в общем да что-то давненько я не покупала босс плюс мама говорит давай возьмем вот я взяла маленькую упаковку вспомнить что это такое по моему 55 рублей я помню что раньше дома вот я родители жила все время был вот этот вот босс плюсом как-то как-то стирали и радовались тому что он есть очередная покупка натурелла 100 штук 245 рублей я заплатила по моему хорошая цена в океи было по моему триста двадцать семь что ли не мама мужу сказал кошмарный вид просто цена так что хотела сказать знакомились вот с этой маркой grass в этот раз я купила антипыль мягко очищает эффект антистатика это для сохранения внешнего вида деревянных поверхностей с маслом аллокадо стоила эта штука всего лишь 56 рублей не знаю как будет работать кто вообще кто пробовал девчонки напишите хорошие средства или нет мне к сожалению вернее к сожалению но по факту мне приходится постоянно пополнять запасы вот этих вот штук потому что у меня на кухне общем кухонный гарнитур массив черешни и за ним надо ухаживать натирать его постоянно вот и вот решила попробовать вот такую вот штуку посмотрим как это будет в действии и еще одно средство от этой марки это уже антиналет белоснежная частота восстановление блеска для сантехники это кого-то видео увидела вот эту штуку хвалили 140 рублей она стоила написано подходит для акриловых ванна в общем буду пробовать смотреть как это сказать вдохновившись всякими видел про уборку вот такая вот штука капсулой ариэль горный родник не знаю сколько тут штук 12 написано же 12 штук даже не посмотрел в общем я и не собиралась покупать эту вещь это меня кассире горит хотите горит капсула по жутко низкой цене я говорю хочу чтобы нет в общем эта упаковка мне обошлась в 158 рублей я потом посмотрела сколько стоит других магазинах в диксе видела со скидкой 46 процентов по моему 279 рублей в общем покупка была выгодная что скажу по этому поводу я вообще никогда не пользовалась капсулами почему мне как-то не было никакого желания никакого интереса покупать пробовать новый вид вот средства для стирки но от знакомых я знаю что жалуются люди на то что иногда эти капсулы плохо выполаскиваются оставляют пятна в общем на одежде я думаю не хочу но здесь такая низкая цена была я думаю попробую на чем-нибудь таком безопасном вот в общем купила с бытовой химии наверное все а нет не все тоже у кого-то в видео посмотрела поняла что мне надо такая вот марка полмия что ли средства для мытья посуды с ароматом ванильного мороженого здесь по моему объем 400 или 450 миллилитров 450 с ароматом ванильного мороженого и второй аромат который я выбрала это с ароматом капучино завтра здесь есть такое по 120 рублей обошлись мне эти штуки мама мужа говорит в общем посмотрела на все на это и говорит ну вот будешь сама мыть посуду вот этими вот вещами нам горит такое не надо моя мама тоже не понимает от этих всяких извращений а мне почему-то захотелось это ну ладно я буду мыть посуду вот этими штуками ну вам потом конечно расскажу что стоило на того или нет цена конечно не бюджетная но уж мне так хотелось вот всяких этих новых ароматов это наверно как жидким мылом по аналогии так что я прикупила я купила чашечку такая вот кружка с надписью кофе не помню какой здесь объем я уже забыла здесь наверное не 300 миллилитров зачем я купила вообще стоило 150 рублей я человек очень консервативный во всем что не касается косметики и книг у меня есть любимая чашка точнее чашки у них несколько рисунком рисунком только отличается для меня это идеальная чашка и мне больше не надо вообще ничего у нее тонкий край удобно пить и удобная ручка удобно держать вот прям под палец так идеально все идеальный объем вот все как нужно мне больше ничего не надо вы меня спросите зачем тогда купила вот это вот такие кружки кстати вот пить из них я вообще не люблю у них стенки вот эти вот толстые как-то раздражает в общем вы поняли что мне нравится для чего я купила я подсмотрела рецепт в интернете как сделать пп тортик в микроволновке для этого нужна чашка большого объема или кружка причем для того чтобы тортик получился там как бы выпекается корж потом из чашки вытряхивается режется вот так вот на три части разрезается промазывается кремом но получается в общем тортик небольшой важно чтобы геометрия чашки была чтобы как это сказать получился цилиндр чтобы это действительно было похоже на тортик они на не пойми что если дно будет сужаться это же будет конус уже получится в общем уже не ахти в общем вот с этой цели я и купила внешний вид вроде как ничего достаточно она выглядит так миленько что-то вспомнилось я купила в запасе уже ничего нет это пенка мыло милана обошлась она мне сто шесть рублей конечно цена не ажурная но это смотрящим сравнивать я вот как это сказать не оставляю надежды что когда-нибудь я приду магнит косметикой увижу там вот эту вот милану но фисташковое мороженое хотя я понимаю что вряд ли мои мечты сбудутся потому что если такое произойдет то каким образом озон будет продавать фисташковое мороженое по 325 рублей за упаковку представляете полная цена вот этой штуки 119 рублей я не думаю что фисташковое мороженое отличается хоть чем-то кроме аромата вот ну ладно уж лимонный пирог пускай будет лимонный пирог жидкое мыло купила в мягкой упаковке вот увидела она мне так понравилось сразу персик и миндальное молочком марка я самая апатично выглядит сколько тут объем пол литра стоила эта штука для меня 84 рубля если понравится конечно будут покупать еще я не удержался купила свечу беру эту штуку это марка надеюсь видно как называется это манга и бергамот что ли аромат в общем если штук манга аромат прекрасный мне нравится мне вообще нравится как пахнут эти вот ароматические свечи я правда их никогда не зажигаю я уже говорил не раз я только покупаю и все а потом они куда-то уплывают там к маме они с папой используют они любят это дело а я как-то вот равнодушно абсолютно чем купила 269 рублей стоила эта свеча вот она меня привлекла тем более дома у меня сейчас нет ни одной свечки запахом манга нету гель для душа чистая линия цитрус и уголь я показывала в пустых баночках определенно это открытие года прекраснейший аромат он меня поразил тем что это аромат дорогой во всех смыслах слова совершенно не соответствует бюджетной цене то есть я не ожидала что у чистой линии может быть такой тонкий аромат поэтому меня даже не смутил отсутствие скидки почему заплатила я 103 рубля за этот гель для душа ну и в общем и была скидка на гели для душа от фа я выбрала для себя три штуки я просто не могла пройти мимо а мимо такой цены обошлись они мне по 75 рублей я выбрала секреты полинезия не был этот гель он мне понравился также я взяла секреты полинезии это вот с маслом не помню чего-то массу розовенький и вот аромат цветков гибискуса первые тут матершину не хочу даже как это сказать озвучивать и в общем этот еще лучше и любимку которую беру далеко не в первый раз это ночи панема очень нравится такой 3 у меня получилось пополнила свои запасы по полной программе такая вот штука от марки комплимент заполняющий гель филлер для области вокруг глаз глубокий ботокс эффект стоило 129 рублей кажется в общем я уже говорила что я не оставляю надежды найти бюджетный продукт для кожи вокруг глаз и вот я купила вот эту вот сыворотку так выглядит коробочка и вот сам флакончик с этой с пипеточкой темное стекло чтобы мы думали что это практически аптечное средство как любят эти маркетологи все про нас знают что нам нравится как надо упаковать чтобы мы остались довольны была скидка на чаще продукты от марки стеллари заплатила по моему 106 рублей это гель для умывания написано с витамином c фруктовыми кислотами ультра мягкий посмотрим насколько он будет мягкий выбрал почему-то вот этот мне больше нравится этот вот жизнерадостный оранжевый цвет поэтому я купила вот эту вот упаковку очень надеюсь что будет радовать как в общем где-то в середине наверное августа я была магнит косметик и все-таки купила себе помадку от стеллари вот из линейки в оттенке 106 чили пеппер вот такая вот она она мне понравилась я видела обзор на нее меня очень зацепил этот цвет я решила что я его куплю эту помаду обошлась она мне 192 рубля я округляю потому что он копейки если округлить то будет 192 хорошая цена и что понравится что не зря купила попробовала карандаш от стеллари имеет оттенок 07 я его взяла как сказать схватила по корпусу я обычно все время карандаш по корпусу выбираю оттенок там совершенно другое какой-то и написано какой-то бежево серебристый что ли что такое непонятное буду пробовать выясню если понравится можно будет купить какие-нибудь другие оттенки потому что на конечно очень привлекательная я купила салфеточки сейчас покажу небольшого размера на на 30 на 30 так она выглядит и произведена по заказу мтк не знаю что это такое стопроцентный хлопок очень симпатичного размера мама увидела говорит они тебе говорит нафига я объясняю зачем мне нужны в общем я когда наношу макияж у меня всегда под руками вот подобного размера тканевая салфетка я бы эту салфетку вытираю руки обтираю кисти обстукиваю кисти на этих салфетках остаются излишки тени хайлайтеров пудры румян бронзеров скульпторов ночью всем чем пользуюсь когда наношу макияж и что-то мне эти салфеточки по износились и мне захотелось парк поменять поэтому я купила несколько штук вот этих вот салфеток мне понравился очень дизайн такой классический красивый я взяла по моему три штуки что ли посмотрим как будет стираться по 49 рублей мне показалось что это очень хорошая цена и на сладенькое на сладенькое я купила тени палетка от стеллари я выбрала вторую номер 02 ньют я не вижу смысла делать свочи я думаю все прекрасно знают эту палетку мне кажется она есть вообще абсолютно у всех я почему-то всегда проходила мимо но потом вот в связи с тем что проснулась любовь к бюджетным теням как-то неожиданно понравились палетки вот вивен сабо я подумала о чем собственно говоря хуже стеллари может быть палетка стеллари мне тоже понравится но я все-таки залезут в этот оттенок у меня покоя не дает по моему очень красиво не знаю как будет переноситься вот так вот симпатично конечно буду с базой работать в общем я рада что у меня наконец есть хоть одна палетка от стеллари потом ее отправлю в какую-нибудь косметичку и расскажу вам что я об этом думаю хотя наверное это уже информация вообще абсолютно не актуально поскольку эти палетки есть абсолютно у всех и она обошлась мне в 396 рублей по-моему это хорошая цена и я себе купила палеточку от рим или какой же это номер пытаюсь углядеть 07 открою покажу так она выглядит вот что-то напоминает правда знаете мне кажется это какая-то помесь между чарминг мокко и руби гламур от авелин что-то такое два в одном но я почему-то ее увидела и решила что она мне нужна обошлась она мне кажется в 580 рублей если ничего не путаю 588 вот да у нее по моему была скидка давайте куда-нибудь залезем самые такие интересные оттенки интересно и вот этот интересует последние кусок отвалился сразу очень приятно не знаю на камеру видно или нет вроде бы видно прям кусок снялся так вроде бы мягкие но посмотрим как это будет все дело в носке ну в общем я посмотрел на эту палетку решила что вам не нужно у меня вообще никогда не было ни одной палетки от рим или однушки до палетки никогда мне как-то цвета не устраивали не знаю все время смотрела мне как-то не вдохновляли а тут друг это увидела и поняла что мне все это хозяйство нужно ну вот такие вот покупки были в этот раз обошлось мне это хозяйство где-то приблизительно в 4 600 если ничего не путаю ну и в общем уже конечно смотрю обзоры и пишу списке хотелочек на следующий заход магнит косметик но как же без этого надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока